привет всем с вами снова светлана и в эти смутные времена я делюсь с вами своей радостью я закончила глю бук для своей подружки крафте ирины и сейчас я покажу что же у меня получилось обложка достаточно простая книжка сделанную из старой энциклопедии и тут интересные детали это магнит которым я сделала такую палитру ира человек творческий здесь тоже такая съемная деталь здесь тиснение на джинсовой ткани деревянные элементы собственно говоря достаточно простая обложка и вот такой вот толщины давайте же посмотрим что этом натворила это коллажи сделаны из из вырезок из журналов из глянцевых с добавлением разных элементов первая страница очень смешанная техника тут много всего я не буду останавливаться на этом просто смотрите что получилось такая вот страница на энциклопедии картинки которые мне понравились я их оставляла и вписывала в то что я приклеивала также есть тканевые элементы немного я рисовала периодически и конечно же все время когда я это делала я думала про иришку про свою подружку это черно-белая страница мне очень нравится богу и тут я тоже это поместила скоро у иришки день рождения я с удовольствием поздравляю ее с днем рождения и желаю что все невзгоды прошли мимо и осталось только радость здоровье успех и все все другое хорошее все плохое осталось в прошлом мне очень нравится делать коллажи потому что это в общем то такое интересное занятие работаешь просто за счет ассоциации на самом деле когда начинаешь делать какую-то страницу ты еще не знаешь что на ней будет и какие картинки на ней будет и вообще какая тема будет но обычно я делаю коллажи чтобы на одной странице соответствие было цветов и темы то есть вот тут явно морская тема прослеживается вот поэтому тут рыбки космонавт это мысли разные такая вот страничка собственно вот здесь самая главная мысль что нужно всегда двигаться вверх независимо от того знаешь ты что там впереди или не знаешь что там впереди тишина может быть не только физическая но и духовная душевная поэтому нужно всегда наслаждаться текущим моментом тишиной вообще тема отдыха очень актуальна потому что как правило в нашей суматошной жизни не хватает времени для того чтобы сесть заглянуться назад отдохнуть просто посидеть в тишине вот и конечно же творческий человек он всегда другой не такой как все и вот тут на каждой странице есть какие-то призывы я старалась я старалась их как можно больше адресовать к своей подружки которые для которой я делала этот эту книгу тут конечно же любовь потому что она движет всем и без любви человек жить не может вот тут тема яиц раскрытая и ручка меня поймет яйца бывают разные голубые красные я из из книги в книгу использую вот этот вот это вот высказывание что если вы любите радугу вам придется смириться с дождем это очень хорошо показывает нашу теперешнюю ситуацию я все таки надеюсь что после всех трудностей после этого коронавируса опять засияет радуга и все люди будут счастливы и здоровы чего я всем искренне желаю а мысли могут быть разные и разноцветные и парка и порхающие и и которые очень тяжело удержать в голове и вот эта страница она отвечает всегда моему мировоззрению я всегда говорю что нужно радоваться сегодняшнему дню и жить сегодняшним днем потому что неизвестно что будет завтра и как она вернется но сегодняшний день нужно принимать таким какой он есть и радоваться каждым каждому мгновению и конечно же мечтать потому что мечта она уносит тебя в такие дали и порой мечтатели они достигали определенных высот и тут тоже очень такая полетная страница и и чаще всего у человека не не выказывает своих эмоций но внутри он весь кипит и и ему приходится сдерживать свои эмоции и это тоже не очень-то хорошо у него начинаются разные проблемы в том числе со здоровьем вот и эта страница это люби себя это очень важно все дело в шляпе дело будет шляпе кофе мы с Ирочкой очень любим кофе кофе куда же без кофе в любой ситуации пей кофе будь как кофе думай как кофе и и конечно забота о ближнем и новые ляльки чтоб они все были здоровы внуки дети внучки и я этого желаю и себе и Ирочке танцуй как будто тебя никто не видит пой как будто тебя никто не слышишь живи и как ты никогда не жил и и и конечно человек должен быть счастлив внутри для того чтобы все люди ощущали его тепло потому что если у человека внутри мрак то рядом с ним людям тоже будет плохо это эта картинка мне очень напоминает Ирочкина детства правда братик у нее старший или младший не помню нет старший или младший вот но очень не напоминает эта картинка Ирина детства Ира очень любит куклы здесь она их коллекционирует и вот такая вот кукла она была тут в энциклопедии я ее оставила не могла ее заклеить вот такая страничка получилась и конечно же когда мама уходит из дома то она связана невидимыми нитями с домом с семьей имеется ввиду уходит на вечеринку а вы что подумали мама должна быть всегда дома но даже если она куда-то вышла она незримо связана со своим домом и далеко она конечно никуда не может удалиться расслабиться вот ну и проблема мужчин и женщин чаще бывает бывает очень часто вернее не чаще очень часто бывает что один из супругов обманывает и предает и хочется чтобы мужчина был один и навсегда не пытайтесь найти черную кошку в темной комнате если ее там нет и конечно же весна весна не только на в природе но и весна в душе все должно возрождаться все должно меняться все должно чередоваться сезон за сезоном хорошее настроение за плохим настроением вернее наоборот плохое хорошее настроение должно сменять плохое настроение и так далее и конечно же все должны быть счастливы неважно в чем вы найдете свое счастье в прогулках в спорте в творчестве у каждого это счастье выражается по-своему каждый его представляет по-своему но у каждого оно есть и должно быть обязательно у всех но никто не сказал что это будет легко трудности они всегда были есть и будет огненный темперамент огненные волосы огненная страсть женщина она очень противоречивое создание и она может все она может быть хрупкой она может быть железной леди и нужно обращаться с ней с большой осторожностью для своего собственного благополучия а мужчина он всегда на распутье у него есть выбор так же как у женщины конечно и вот стоит он на этом распутье и думает куда же мне в какую сторону отправиться и и в любой ситуации нужно держать баланс балансировать между между проблемами между неприятностями и быть стойкой не показывать никому своих настроений и и тогда люди будут думать что он у тебя все хорошо и конечно же путешествовать я обожаю путешествовать 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 к сожалению сейчас мы заперты в четырех стенах но все будет хорошо я еще раз повторю все будет здорово и мы все поедем путешествовать и никогда не поздно начать подниматься вверх начать шагать вперед начать какое-то новое дело начать что-то делать новое и стремиться к чему-то новому самоутвердиться в профессии либо в творчестве либо в личной жизни никогда не бойтесь что-то менять это тоже черно-белая страница мне очень нравится сочетание черного и белого это всегда классика это всегда можно что-то до придумывать но это очень говорящие цвета и они мне очень нравятся а тут вот этот туннель мне очень напоминает рождение движение к свету и последний туннель который человек видит перед тем как уйти из этого мира гороскоп я не скажу что я фанатка гороскопов но я иногда читаю гороскопы и мне это интересно я думаю что в этом что-то есть вода символ жизни источник жизни и иногда женщина взваливает на себя непосильную ношу непосильную тяжесть и тащит 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 потому что как говорят у нас в странах говорили и говорят в России коня на скаку остановит в горящую избу войдет это в принципе можно применить к любой женщине моя подружка Ира тоже очень сильная женщина и во всех отношениях и сильная и выносливая и мужественная и очень эмоциональная очень нежная и конечно и конечно же связь с природой природа дает очень много для человека даже если жизнь его так и загнула но он все равно выстоит выживет если он видит прекрасное если он думает позитивно то есть во всяком случае я стараюсь всегда мыслить позитивно а не негативно вот и все трудности мы преодолеем если не получится их преодолеть значит мы их просто победим даже домашним тапочкам можно снести голову любой неприятности и выпить чашечку кофе в хорошей компании быт он заедает он мешает говорят что он тормозит мешает творчеству мешает семейная лодка разбилась но тем не менее женщина всегда должна оставаться женщиной красивой ухоженной нужной желанной любимой эта страничка об этом эта страничка про Россию тут очень много всяких атрибутов России и борщ и матрешки и немножко Ирочкиной фермы и опять же немножечко путешествий тут тебе и Африка тут тебе и еще какие-то страны разные разные с помощью творчества мы общаемся и это творчество помогает соединять границы вернее раздвигать их и соединять людей которые раньше вообще не были знакомы это так же как мы познакомились с Ирой и опять же видите начинайте свой день с улыбки и за весной наступает лето и конечно же природа начинает плодоносить точно так же в творчестве приносит плоды и конечно же если вы можете мечтать о чем-то значит вы можете это и сделать любую мечту можно воплотить в жизнь совершенно не не боясь что ничего не получится Ирочка очень любит зайчиков вот и ей целая страничка зайчиков кроликов зайчиков и нужно быть немножко ненормальным потому что во-первых так легче жить во-вторых все все ученые все художники все поэты они все немножко чокнуты нужно иногда наводить порядок в своей голове в своих шкафах в своей жизни вот эта страничка об этом что могут мысли разлетаться в разные стороны но иногда нужно приводить их в порядок это страничка о бесконечности о космосе о неизведанном которое хочется всегда узнать что же там за краем горизонта и последняя страничка про настоящих друзей любовь творчество она соединяет людей я очень надеюсь что мы когда-нибудь встретимся с моей подружкой пока мы с ней общаемся только через интернет но я тешу себя надеждой что когда-то это случилось